Дивусики, всем огромный привет! Как всегда, рада вас видеть на своем канале. И сегодня у нас будет болтательное видео по вашим запросам. Как же все-таки я оказалась в Израиле? Что я там делала? Как я туда приехала? Когда? И так далее. Поэтому, если вам такое видео интересно, то вы обязательно оставайтесь на моем канале. Поехали! Ну, а теперь давайте вместе вспоминать, что же было в 2000 году, когда мы переехали в Израиль. Я к этому видео не готовилась, потому что я люблю с вами общаться спонтанно и вспоминать, как будто бы это обычная, нормальная, прикольная история, а не так, что я написала по пунктам, о чем мы будем говорить. Короче, мне было 15 лет. Я жила в городе Омске, и мои родители развелись. И это уже было где-то, наверное, года два после развода моих родителей. И моя мама встретила нового мужчину. А этот мужчина был евреем, но никогда до этого не думал переехать в Израиль. И, короче, в какой-то день моя мама с вот этим мужчиной пошли куда-то и встретили его друга. И они типа говорят, ой, а ты куда пропал? Давным-давно мы тебя не видели. А этот друг им заявляет, ой, я уехал в Израиль, сейчас я живу в Израиль, мне так там хорошо. Ну и все. И тут он наткнул мою маму на мысль, почему бы нам тоже не попробовать. Ее новый мужчина, он еврей по крови. У нас вроде как тоже в семье кто-то был евреем, но мы так совсем это четко не знали. Но решили по документам проверить. И тогда получилось, что мой прадедушка со стороны моей бабушки, то есть бабушкин папа, он был евреем. И у него было написано в документах, что он еврей, и у бабушкиной сестры в документах было написано, что она еврейка. Поэтому мы, в принципе, можем тоже подтвердить свое еврейство. Ну и, короче, они начали заниматься этим вопросом. Поначалу это была какая-то игра, может быть да, может быть получится, может быть нет. И когда они поехали, по-моему, в Новосибирск, если я не ошибаюсь, там было израильское посольство, то наше еврейство подтвердилось, то есть мы могли спокойно уехать жить в Израиль. Когда мне это сообщили, я была в огромном шоке, потому что в 15 лет это такой возраст, когда ты уже вроде как еще не совсем взрослый, но уже ты свою жизнь каким-то образом организовал. У тебя есть какие-то свои друзья, какие-то мечты, какие-то планы на будущее, где учиться и что делать. И вдруг кто-то приходит и рушит твои планы, тем более, когда разговор идет о совершенно новом месте, то ты там ничего не знаешь, ты никто. И это очень страшно менять свою жизнь, то есть вплоть до того, что язык совершенно другой. И там такие каракули, и мама не горюй. То есть на иврите мы пишем не слева направо, как нормальные люди, а справа налево. И буквы ни на что не похожи. То есть алфавит это не как, например, латинский алфавит, да, там, я не знаю, какие-то греческие буквы, итальянские буквы. То есть немного схожи с русским, английские буквы. Это вообще ни на что не похоже. Но в то время я об этом не думала. Я только думала, что моя жизнь будет испорчена, что я оставляю своих друзей, что я еду в страну, где меня никто не ждет. И вообще, какой кошмар. И тем более тогда, по-моему, я уже, там был у меня какой-то мальчик, в которого я влюбилась, который жил в другом городе, там, короче, теленовелла, я не знаю, такая была. И мне все это казалось каким-то ужасом. И в конце концов, из-за того, что в Израиле очень любят соединять именно вот эти еврейские сердца, то в посольстве прямо организовывали, чтобы люди приезжали в Израиль, организовывали группы и нас перевозили. И я помню, что мы буквально за несколько месяцев собрались, у нас в кармане было 200 долларов, представляете, и мы просто решили все оставить и ни разу не побывав в Израиле, уехать. Квартиру мы не продали, у нас была своя квартира. Эту квартиру мы сдали на съемы, и наша бабушка всеми этими делами занималась, потому что мы думали, а вдруг вернемся, да, чтобы квартира-то была. Короче, все манатки мы собрали, у нас было где-то 20 сумок. Знаете, вот эти вот китайские сумки, если я фотку найду, я вам обязательно это вставлю, которые в конце, я не знаю, как мы туда все запихали, а у моей бабушки знакомые жили уже в Израиле, то есть мы должны были приехать и жить у них. Так, те люди, которые приезжают, и у них негде остановиться, то там тоже организовывают жилье. Но проблема в чем? В том, что если тебе организовывать жилье, то тебя особо не спрашивают, где ты хочешь жить. Тебя могут кинуть в каком-то городе Южном, например, который не особо развит, да, то есть мы не понимали еще куда, где какие города, где центр, где что, но мы знали, кому мы едем, и нам повезло, потому что этот город был центральный. Короче, мы разговаривали с этой бабушкиной подружкой, которые примерно до нас, за полгода до нас приехали, но они уже пенсионеры, поэтому им намного проще, да, им нужно было просто получить пособие и живи себе кайфуй. Мама, не горюй. А нам-то надо было снимать квартиру, учить язык, записываться в банке. Короче, там такой был тарарам. И она нам говорит, берите все, в Израиле все дорого. Кастрюли, постельное белье, берите все-все-все. Короче, мы напихали в эти сумки столько ненужной херни, извините меня, казан для плова мы тащили из России в Израиль. Девочки, это так смешно. Мы тащили ковры, мы тащили просто все, что только могли. Но на самом деле, когда мы приехали, мы так смеялись, потому что в Израиле это стоит копейки, ну не стоит столько переплачивать за эти сумки. Тащить, тратить столько сил только для того, чтобы у тебя был казан для плова. А, еще мультиварку мы для мантов, мультиварку, не мультиварку, мантоварку мы тащили с собой. Короче, пипец. Вот так вот мы быстренько собрались, все организовали, и приезжаем мы в Израиль. А я всю жизнь хотела увидеть море, я ни разу не летала до 15 лет, то есть мне было 15 лет тогда. И я только думала об одном, боже мой, я лечу в страну, где постоянное лето, хотя я обожала зиму в России очень. И я хочу видеть пальмы. И вот когда мы полетели, это был май, перед тем, как мы поехали в Израиль, мы вначале прилетели в Новосибирск, там где посольство, там переночевали, по-моему, нам давали какие-то брошюры, какое-то объяснение насчет Израиля, как это будет, как весь процесс будет. И я помню, что мы спали там в этом здании, где нас поселили в Новосибирске. Это была как больница, много кровати, и все такое страшно, и было так холодно. Я такая, я вся страдала. И, короче, когда мы прилетели в Израиль, я такая смотрю из окна самолета. Во-первых, я рыдала весь полет, потому что я не могла из себя прийти, мне было очень тяжело, я расставалась с своими друзьями, я там была в ужасном психическом состоянии, очень тяжелым я была. И, короче, когда мы прилетели, я из этого самолета смотрю такая, думаю, боже мой, пальмы. И тут мы переземляемся, да, это был март, март, по-моему, что-то я уже не помню, либо март, либо май, но было еще прохладно, мы были в куртках, наверное, все-таки март. И я такая выхожу из самолета, думаю, блин, мне же обещали, что тепло будет, что за фигня, типа, что за погода. Я не забуду никогда, что мой класс, приехали меня провожать в аэропорт, у нас был замечательный класс, мы очень хорошо все дружили, я всех люблю до сих пор, и мы на связи с многими людьми. Короче, я была в такой зеленой куртке, я вам вставлю, если найду фотку, и в такой шапке, я не могу, ужасные, короче. Но мне это было все неважно, мне было по фене, я больше всего думала о том, какие у меня страдания по поводу того, что я оставляю мой любимый Омск и переезжаю в Израиль. Ну и все, когда мы приехали, приземлились, мы были в аэропорту, каждому выдали свой тюдат зеут, это паспорт такой местный, у каждого был свой номер, наши имена записали тоже в этих паспортах, и почему-то на иврите, например, окончание отрубают, например, если Женя то карева, то они отрубают а, это то карев, если ты соловьева, то ты будешь соловьев, то есть, я не знаю почему, по каким причинам, но это так, то есть, у меня написано в моем паспорте Евгения то карев, вот так вот, и наше имя постоянно искажают, потому что есть какие-то буквы на иврите, которые пропускают, и поэтому они меня то тукрав, то то коров, то тукарев, короче, меня искажают по всякому. Приезжаем мы на квартиру вот этой бабушкиной знакомой, в таком шоке, она тоже нас запугивает, все дорого, вода дорогая, электричество дорогое, там нормально посуду не помоешь, все дорогое, короче, меня это все ужасно угнетало, и я помню, что мы ходили покупать еду, и все боялись лишнюю копейку не истратить, потому что все же дорого, и мы пробыли у нее где-то две недели, у нее с ее мужем, а ее сын нам помог, он тоже, он приехал еще раньше всех по какой-то программе, он здесь учился, и он нам помог записаться в банке, то есть сделать страховку государственную по здоровью и так далее. Через две недели мы уже нашли квартиру с помощью маклера, с которым мы разговаривали на ломаном английском, то есть у меня английский был тогда очень плохой, хотя я училась в школе с углубленным изучением английского языка, в России у нас не учат язык, у нас просто, у нас в России учат зубрить, но не понимать и слушать и отвечать, потому что все телевидение нам сразу же переводят это все на русский язык, и мы не слышим говор актера, у нас нет титров, это очень плохо на самом деле, потому что в Израиле, например, мы постоянно слышим английский язык, и есть титры на иврите, то есть ты запоминаешь какие-то слова, короче, на ломаном английском, я пыталась разговаривать с этим маклером, и он нам нашел квартиру прямо в центре города к Фарсабе, мы остановились в Фарсабе, это достаточно центрально, например, где-то на машине полчаса езды, 40 минут от Тель-Авива, квартира та была достаточно ужасная на последнем этаже, и она была трехкомнатная, то есть две комнаты, две спальни и зал с большой кухней, но дебилизм был этой квартиры в том, что в каждой комнате были две двери, то есть вот, например, есть такой проход, здесь дверь, комната, комната, и там тоже, с той стороны тоже дверь, то есть везде были много дверей, а, нет, извините, там было две спальни, зал, еще маленькая такая комната, в которой я училась, там я поставила стол, и там я должна была учиться, денег, конечно, у нас не было, поэтому ничего нового мы не покупали, и первые дни, когда мы были на этой квартире, мы просто сидели без телевизора, мы включали какое-то русское радио и играли в карты, представляете, но меня все равно это не радовало, я уже была готова вернуться в школу, только не оставаться в Израиле, и что дальше, что дальше, потом я помню, мы получили пособия, люди думают, что, наверное, пособия какие-то огромные, но это буквально могло тебя продержать там несколько месяцев, но моя мама сразу устроилась на работу, и мы записались в Ульпан, Ульпан это такое место, где учишь иврит, тоже это за государственные деньги, где-то, по-моему, несколько месяцев, я вот уже не помню, сколько месяцев, по-моему, полгода ты учишь этот иврит, но ты выходишь оттуда ноль, то есть ты знаешь какие-то буквы, уже привыкаешь к этому больше, но чтобы вот так вот разговаривать, ни у кого не было еще уверенности в себе, чтобы говорить, и когда я пришла в этот Ульпан, то есть для взрослых один Ульпан, для молодежи другой, там уже дети учились до меня где-то 3 недели, то есть я пришла такой ноль, они уже знают буквы что-то, знают, я чувствовала себя ужасно, потому что ни бени, ни кукареку, и мне было очень тяжело, я просто приходила после этого Ульпана, валилась на кровать, где у меня даже не было матраса, представляете, то есть денег вообще не было, я спала на кровати твердой, без матраса, и тогда еще было жарко, но мы экономили на кондиционере, потому что нам же сказали, все дорого, все дорого, все дорого, не включайте, и я пыталась иногда в зале спать, чтобы открывать окна в зале, и там в другой комнате, и чтобы хоть как-то продувало, потому что я спать не могла от жары, и тогда, сколько там уже я записываю, наверное мы будем делать несколько видео на эту тему, и тогда я начала писать, писать стихи, страдальческие стихи, которые я вам зачитаю, но они по-моему, да, они в Израиле, я же сейчас на Кипре нахожусь, я вам зачитаю стихи, я же такой человек гуманитарный, я всегда любила выступать, читать стихи, что-то писать, какая-то романтика, и я писала стихи на ту тему, как мне было плохо в Израиле, ну и не только, и эти стихи я отсылала письмами моей бабушки, а моя бабушка это читала и плакала, вот такое было время, хотя стихи получились вот такие, конфетки, сейчас у меня нет такой музы, чтобы сидеть и писать, кстати интересно, я их найду, я вам обязательно их зачитаю, надо их сохранить, и что еще, телефон тогда, на телефон мы не могли звонить, потому что все было дорого, айфонов не было, то есть ты переписываться не мог, только-только у нас компьютер, по-моему, тогда только появился, поэтому все было через письма, и вот так вот началась моя жизнь в Израиле, и если вам такое видео понравилось, обязательно мне пишите, я вам буду каждый раз рассказывать, как продолжалась моя жизнь в Израиле, ну вот и все на сегодня, я вас люблю, целую, как всегда, и опять-таки, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно мне пишите, ставьте пальчики вверх, чтобы меня поддерживать, и мы будем продолжать разговаривать, и общаться на коронавирусе, что сделать, надеюсь, что скоро это закончится, пока! Субтитры сделал DimaTorzok